Привет, дорогие друзья, как известно, патриарх Иерусалимский Теофил не встретился с Порошенко, он отказался встречаться, и об этом многие сейчас говорят, и говорят по той ей причине, по иной причине, может быть из-за этого, а может быть вот из-за того, а я думаю, что мы знаем из-за чего. Ну, во-первых, по версии самых честных в мире, во вселенной украинских СМИ, он не встретился, потому что заболел, захворал, хворь приключилась, ой, тяжелая, и вот уже что мне нравится, религиозная правда, правда, сейчас в тяжелом состоянии, в Тель-Авиве, о, обозреватель помойка Бродского попал в больницу, попал в больницу патриарх, ой-ой-ой, выживет хоть, я надеюсь, фокус, патриарх в тяжелом состоянии, тяжелое состояние. Факсы всякие написали, что он в тяжелом состоянии, вот, попал в больницу, и сейчас в тяжелом состоянии, цензоры всякие про больницу, ТСН в тяжелом состоянии, ну, внезапно он выходит из тяжелого состояния, у него тяжелое состояние сменяется легким, и он встречается с паломниками из Украины, и вполне так, знаете, в то же самое время, когда он должен находиться в больнице. То есть, он это делает настолько с вызовом, настолько, как-то, знаете, пренебрежительно, как, вроде бы, плюет в лицо Порошенко. Фу! Также Господь сподобил нас побывать сегодня, например, блаженнейшего патриарха Феофила, Иерусалимского, сия Палестина. Мы получили от него благословение, он заверил в том, что молится о мире в нашей стране, в нашей церкви. И вот, пока ширится предположение, что бы сие значило, я думаю, что мы догадались, что сие значит, моя коллега на это обратила внимание также. Смотрите, на канале Порошенко, причем на официальном канале Порошенко, у него же есть неофициальные каналы Порошенко, и есть официальный, это пятый канал. Официальный также парахобот Киндзер, по-моему, так его звучит фамилия, спрашивают у Виктора Ющенко касательно того, что он имеет информацию, как кто-то его информировал, да, дали ему бумажку с информацией. Что это информация? Информация о том, что Тимошенко недавно, вот, перед получением Томаса мешала его получению. Я имею информацию про то, что великая украинская патриотка Юлия Володимировна недавно відвідувала Йерусалим, поїхала висповідатися. Ключевое слово – недавно. Она поехала в Йерусалим недавно. Ну, дальше он долго расписывает, какая она там вот такая, у нее грехи, все, пятый десятый, это чушь. Но, его волнует вопрос, как же так, как же так, что вот она мешала получению Томаса, ну, если эта информация правдива. Вот, ваша реакция. Ваша реакция на мою информацию. Информацию, которую я получил. Ну, Ющенко болтун. Он не может прямо вот так просто взять и ответить. Он начинает уходить в храмы своей памяти и вспоминает 2010 год. Ваша реакция, Наталья? Вот, когда мы должны были НАТО, там еще все подряд. Я позволю себе промотать этого болтуна до того момента, когда нам станет понятно, о каком времени он говорит и где в это время находилась Тимошенко. Вот в то время, когда он рассказывает про НАТО, Томасы. А тогда еще были великие протесты щодо Тимошенко, яка тогда находилась в тюрьме. Но, одним словом, с Украиной никакого диалога не было. Так, Тимошенко находилась в тюрьме. И протесты были связаны с тем, что Тимошенко находится в тюрьме. То есть, в то время она никому не мешала, кроме тюремщиков, да? Он рассказывает про нынешнее время. И он рассказывает, что когда я был в Иерусалиме летом, то есть вот этим летом, вот тогда вот... Когда я был в Иерусалиме, это, кажется, был червень, возможно, это липень был этого года, для встречи с патриархом. Мы двое часы встречались на протязи, возможно, 22 дней. Вот. Он был летом. И очень часто в ответ от Иерусалимского патриарха он слышал высказывание о том, что Томас это типа политическая тема, да? Вот что он слышал. Я очень часто в ответ от патриарха слышу один аргумент. Виктор Ильич, ну это политика. Я снова там аргументую, мне снова повторяет патриарх. Виктор Ильич, это политика. Я начал догадываться, что действительно политическая промывка. Но Кензер – парахобот. Ему надо отрабатывать свою зарплату парахоботскую. Поэтому он подбивает Ющенко к определенным фразам. И он говорит, просто я вот не могу понять, как политик может так плевать на интересы государства. Имеется в виду, конечно, Тимошенко. Давай Ющенко. Скажи, Тимошенко. Да, позор ей, заклейми ее. Ющенко, ну давай. А Ющенко не говорит прямо. Он высказывает предположения. Он высказывает предположения, базирующиеся на том, что ему патриарх Иерусалимский рассказывал о том, что к нему приезжала Тимошенко. Приезжала вот тоже недавно, перед приездом Ющенко. Речь не идет о каких-то там годах. Вы понимаете. Да, речь идет об этом лете. Он не знает, настроила Тимошенко патриарха или не настроила. Он высказывает свои предположения. Я понимаете, мне патриарх Иерусалимский в перемовинах, я уже не помню, чи в первых, чи в других, говорил про то, что до него приездила за несколько дней до этого Юлия Владимировна, что она сняла фильм про церковные питания. И максимум, что он может сказать, и что он, собственно, сказал, это то, что по настроению патриарха он может сделать вывод о том, что, возможно, может быть, вполне логично предположить, что это Тимошенко настроила патриарха. Что Томас, мол, это политика. А про настроение, которое я слышал от патриарха с точки зрения того, что это политическое, я думаю, что оно где-то там связано. Далеко ходить там не нужно, чтобы понять, откуда такая аргументация. Но я закончу тем, что... Где-то там оно связано. И тут, конечно же, Порошенковская помойка прямой. Это подхватывает эту тему. Как я уже сказала, вы один из первых подъемли это вопрос. Расскажите, расскажите немного докладнее, как тогда были перемовины. Потому что я знаю, что вы неодноразово встречались с патриархом Варфоломием. Кто, возможно, тоди завадил вам... Никто. Никто. Мы прошли дорогу, знаете, за 10 лет мы прошли дорогу. Кто тогда вам мешал? Имеется в виду время правления Ющенко? Ну, может быть, максимум 10-й год. Он уже отошел от дела в 10-м году, но... Она говорит о преданиях старины глубокой. Им надо рассказать о том, что Тимошенко мешала тогда, когда она еще была премьером. То есть, вот так вот. Я знаю, что вы заявляли про это. Про то, что когда вы спілкувалися с патриархом Єрусалимским, то один из ключевых политиков, который сейчас играет одну из главных ролей, как бы говорить, завадил. Завадил. Деякие кроки сделал для того, чтобы этих перемовин не сталося. Вот расскажите трохи больше и докладнее про те события, которые ищутся туда. Опять-таки, тогда происходили события, ключевой политик, там, тра-та-та, он опять тупит, тупорилит, и она тогда его подталкивает к ответу, называя Тимошенко тогдашним премьер-министром. То есть, она разговаривает о годах до 2010 года. То есть, тогда премьерка Юлия Тимошенко, до того, как вы приехали до Єрусалимского патриарха, она уже мала с ним разговаривание, и сказала, чтобы он не хвапился, потому что самая каждая церковь православная... А он говорит так, так. То есть, он не въезжает, да? А на самом деле, она говорит о временах, я не помню, до какого года она была премьер-министром, да? Ну, явно не до 2018-го, знаете ли. Они перекручивают это все и выдают версию о том, что Тимошенко, когда была премьер-министром 10 лет назад, да? Мешала получению Томаса. А так бы Томас у нас был. Срочно в номер. На IT-президент Украины Виктор Юльченко сьогодні заявил, что в часа его президента, когда он проводил переговоры с представниками поместных православных церков о том, что он создал единственной поместной украинской церкви, то дешняя премьер Юлия Тимошенко перешкоджала. Это ложь. Это фейк. Потому что он такого не заявлял, конечно же. Ну и, без сомнения, Тимошенко, понимая, что уже просто тут передоз, они обращаются к самому Теофилу с просьбой, а объясни-ка нам, что это было? Ты ему такое говорил? Что это вообще? Теофил, не стесняясь в выражениях, называет Ющенко лжецом. Лжец. Примерно вы слышали, что некоторые медиа в Украине напомнили, что Юлия Тимошенко встретила с Ющенко, и что она просила, чтобы ты остановить грант, после Кефали. Все это нансенс. Я ничего не делаю с этим, и я абсолютно обманываю все это, и я обманываю все эти вещи. Я никогда не вступил в такие проблемы, такие вещи. Мы никогда не говорили о таких вещах. И эти totalи львы, которые были распространены, и используют мою иму, и все те, кто там за ним, для своих политических игр, и для своих интересов. Так что Ющенко говорит льву, да? Он льву. И я очень уверен, что это сказать. Он должен был респектить мой статус и факт, что я его приглашаю в Петри Кейт. На самом деле, Порошенковская команда и его вонючие СМИ родили скандал. Потому что это и есть скандал. Теперь теофил будет относиться к данной стороне, но определенным образом, то есть однозначным образом. При этом они набираются наглости и шоколадные едут в Израиль, чтобы встретиться с теофилом. Вже надалі президент Украины Петро Порошенко матима смогу справді зустретись еще и с Ярославским патріархом, теофилом третьим. Я думаю, что главное питание, яке там будет подниматься. Вот уже Порошенковская помойка анонсирует встречу. Головное питание, я к этому буду пиди и матусе, как можно так п***ть постоянно, как можно своих людей свой собственный народ считать за ублюдков, желая подставить Тимошенко, выдавая им откровенную дезинформацию. Но потом-то я фил подумал и решил со свиньями вообще не разговаривать. Не-не-не, не со свиньями. Со свиньями. Не разговаривать и пока-пока, Петя, пока, давай, иди, с тени плачут, помолись там за грехи свои тяжкие. Вот так вот. И я думаю, что именно из-за этого он не захотел даже встречаться, потому что, знаете как, не рассыпайте вообще бисер перед свиньями. Потопчут, еще и на вас нападут. Подписывайте, чтобы ничего не пропустить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok